друзья приветствую артем из новосибирска прислал на обзор пакет почты россии а нет не пакет почта это картонная коробка они простите это баночки для кала или нет так значит это не первая посылка артема он присылал уже образцы масла motorcraft 520 из автомобиля ford v8 46 объемом explorer так и сейчас прислал образцы двух масел это петра канада supreme синтетик 020 и look oil genesis special 530 это масло для с того давайте посмотрим сравним так сейчас покажу вам баночки к сожалению нет для кала баночки не покажу они грязные очищу подпишу и поехали данное масло я уже проверял эталон у меня есть напомню в эталоне щелочной 7 и 2 кислотный 158 сейчас посмотрю свежий образец артема сравню с эталоном посмотрим какие значения будет вот и потом можно будет уже проверять отработку так тут прибор закапризничал захотел проверить частоту окон измерить фон такие калибровочные мероприятия вот все нормально все устроило ну и теперь можно уже проверять свежие закладываю пару капель и давайте посмотрим что он намерил относительно эталона так 93 по противоизносным присадкам очень близко гликоля нет 158 кислотная стопроцентное попадание один в один до сотых и по щелочному 7 и 3 на одну десятую больше но это предел погрешности да кстати воду воды я вижу побольше чем в прошлом образце но тем не менее у меня нет сомнений в оригинальности данного масла поэтому можно приступать к проверке отработки так все сохраняю и переходим к отработке так отработка это как я сказал ford explorer 2008 года 4.6 V8 3 тонн 296 сил объем масляной системы 5.7 катов нет евро 2 зачипован мотор то есть мощность еще больше 207 тысяч общий пробег автомобиля пробег на данном масле 7500 при средней скорости 37 километров в час 202 моточаса значит расход топлива 19-20 заявлен и использовалась с января по июнь 22-го 92 газпром нефть бензин так смотрите противоизносных присадок 75 процентов гликоли нет нарастает нитрования 27 и 1 залезла уже в желтую зону сажи тоже нет ну достаточно высокая средняя скорость здесь нормально все как бы процесс сгорания происходит по кислотному 252 на единицу подросло но тоже нормальный показатель в общем то обычно обычный такой типовой на 200 моточасов плюс единица ну тут рядом с единицей ну и чуть подработалась щелочной 3.2 оно и так было невысокое здесь еще и нитрование поспособствовало вот так что масло масло еще живое но зазор уже минимальный то есть жить ему осталось недолго скажем так сейчас покажу вам что произошло с вязкостью так называемый полимерный загуститель забавно так наливая свежий отработку давайте посмотрим скорость высокая помним средняя да есть небольшое разжижение это 23 процентов из 100 ну средний показатель для такой высокой средней скорости средний показать хотя здесь может влиять именно качество пробы в момент когда ее брали еще раз повторю если идет дождь если повышенная влажность то воды может быть много проехали час по трассе все воды стало мало вот так следующий образец это лукойл дженезис я так понимаю что артем решил попробовать уже отечественное масло вот такая спектрограмма эстеров я здесь не вижу но хотя сейчас диапазон вам покажу не нет здесь их нет вот все можно сохранять данные должны получиться точными то есть эстеры тут не влияет на результат измерений щелочного кислотного ну давайте посмотрим так это пункты по которым анализируется лимиты и посмотрите противоизносных присадок 103 процента до хороший процент такой уровень видно что это полнозольное масло и следующем выставляют этот уровень как сто процентов и смотрите кислотное щелочное здесь все тоже очень правдоподобно щелочное 10 а кислотное 167 эти данные я даже не корректирую я оставляют принимаю как есть очень похоже на полнозольное масло и переходим к проверке отработки автомобиль тот же пробег плюс 8100 километров 197 часов здесь скорость повыше стала расход пониже но летняя эксплуатация но здесь значит было путешествие горы были из описания следует давайте посмотрим 61 процент по противоизноске здесь чуть чуть сильнее подработалась гликоля 04 вот это вопрос нитрование также присутствует чуть в меньшем объеме сажи то же самое нет 274 около процента кислотное наросло чуть чуть повыше и 5 и 3 щелочной но здесь щелочного изначально побольше было так что запас еще есть некоторые у масла но тем не менее нитрование в двух случаях присутствует то есть это какая-то характерная особенность или чего-то чего-то не знаю чего может быть расходомер дает уже такой разбег но нитрование напрямую оксида азота связаны с процессом сгорания в том числе и от оборотов кстати они тоже зависит может быть даже манера езды играет роль так сейчас покажу вам что произошло с полимерным загустителем шутка масло лукойл так посмотрите здесь вообще вопросов нет здесь семь процентов три раза меньше разжижение то есть лукойл шикарно себя ведет в этом плане в плане разжижения то есть повыше скорость 41 километр в час средняя может быть и это повлияло да не забывайте отметить видео подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик так вы не пропустите уведомления и сейчас покажу вам значит оценку ресурса и можно будет сравнить петро канада мощь и нейтрализующие свойства 230 моточасов восемь с половиной тысяч километров оксиды азота нейтрования 268 по петро канаде вот моточасов и практически 10000 километров и обратить внимание на лукойл разница всего всем моточасов у лукойла 275 моточасов по нейтрованию то есть это характерная особенность видимо данного автомобиля но и по лукойлу моющие нейтрализующие свойства 285 моточасов опять же видно что мотор как-то здесь уже могло и нейтрование повлиять полнозольное масло чуть подольше походило но по нейтрованию картина одинаковая ну и по повязкости видите да здесь скорость повыше и уже ресурс повязкости как грубо говоря ресурс повязкости конечно не какой-то не полимерный загуститель это разбавление топливом вот в большинстве случаев вот ну вот такая картина интересно да что с нейтрованием здесь одинаково я так понимаю что фильтра менялись воздушные но тем не менее это никаким образом не сказывается на нейтровании то есть или так процесс сгорания организован вот или это манера езды или это особенность какая-то автомобиля может быть какая-то неисправность небольшая расходомер какую-то ошибку дает и вот накопительно вот так и выражается и смотрите покажу вам ради интереса это первый образец от артема это motorcraft которую изначально присылал он да кстати ошибка здесь blend буквы n не хватает и посмотрите очень близко все тоже масло значит малозольные не малозольная а энергосберегающие 215 по мощным нейтрализующим свойствам и 268 как у петро канада вообще один в один нейтрование та же картина но здесь разжижение побольше было вот но это опять же опять же от сезона зависит от условий вот такая картина как бы интересно а сейчас не успел я подготовить вам табличку но смотрите могу вам сориентировать если бы петра канада и лукойл имели бы одинаковое щелочное кислотное число то петра канада отработала лучше чем лукойл среднем на 16 процентов это нулевка я считаю что здесь естественно есть четвертая группа это пау и поэтому вот такая разница 16 процентов обусловлено именно наличием пау хотя здесь в лукойле были горы и возможно что масло досталось чуть побольше чем петра канаде вот ну и лето это было петра канада в общем-то зима и весна полноценные здесь лето возможно что разница не такая была бы большая так что вот смотрите можно грубо говоря оценить если если разница в стоимости больше там 20 процентов то уже возможно и и нецелесообразно покупать петра канада вот такой получился тест благодарю артему за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока